Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Американскую базу возле нефтегазового месторождения обстреляла артиллерия сирийской армии и нанесли удар иранские БПЛА. Об этом сообщил представитель Пентагона телеканалу Аль-Джазира. В ответ ВВС США нанесли авиаудары на востоке Сирии по целям, связанным с иранскими ополчениями. С помощью боевых самолетов, боевых вертолетов и артиллерии. Байден заявил по ситуации в Сирии. США не ищут конфликта с Ираном, но мы готовы ответить, чтобы защитить наших граждан. Как мы видим, Соединенные Штаты Америки и поддерживают демократию, но с ними играть в шахматы не очень удобно, ведь они не будут наблюдать. Так называемая глава Крыма создает свою ЧВК и может использовать ее для попыток сдерживания контрнаступления вооруженных сил в Запорожских областях. Об этом сообщает инсайдер. Издание отмечает, что Олег... Издание отмечает, что Аксенов основал свою частную компанию конвой. Командует ей экскуратор Вагнера. Сейчас наемники расположены в Херсонской области и тренируются в Крыму. Все командование ЧВК состоит из бывших вагнеровцев. Россия обрастает частными военными компаниями. Так или иначе, это приведет к распаду страны и внутреннему перевороту. Ведь люди всегда остаются людьми. И как только какая-то из этих частных военных компаний получит огромную мощь, они обязательно попытаются получить власть. Лукашенко подписал себе смертный приговор. В Беларуси вступил в силу закон о смертной казни для чиновников и военнослужащих за измену государству. На самом деле, Лукашенко после революции 20-го года таким образом попытался чиновников взять в узду. Ведь он прекрасно осознает, что еще немного и русские его просто уберут от власти. Это неизбежно. Так или иначе, диктатору осталось совсем немного. С начала войны бригада морской пехоты Российской Федерации была уничтожена и восстановлена восемь раз. В общем, это элитные бригады, про которые говорил Путин, которые уничтожаются и снова восстанавливаются. Набирают туда или мобилизантов, или контрактников. Но суть не меняется. Так или иначе, Путин устроил мясорубку. И мясо в этой мясорубке русский солдат. Беларусь стала одной из наибольших в мире тюрем для журналистов. Об этом сообщает международная организация, комитет по защите журналистов. На первом месте находится Иран. Далее идут Китай, Мьяма. Однако важно отметить, что в Иране, где в тюрьмах сидит 62 журналиста, население составляет 88 миллионов человек. В Китае почти полмиллиарда. В Мьяме 58 миллионов. А репрессированных 42 журналиста. В Беларуси население всего 10 миллионов. 9, если быть точным. А удерживают 26 независимых журналистов. Сколько удержано блогеров и людей, которые так или иначе распространяли информацию о том, что творит диктаторский режим, это остается за кадром. Диктатура Лукашенко одна из кровожадных. Самое лицемерное это то, что себя они выставляют миротворцами. А по факту являются каннибалами. На просторах интернета появилась видеозапись, как непонятно кто во Франции под музыку русских оккупантов вытанцовывает. С российским флагом. Я не понимаю, что эта женщина хочет доказать. Ведь даже самому тупому понятно, что то, что затеял Путин, это кровожадная, бессмысленная война, в которой погибают люди как с одной стороны, так и с другой. И те, кто выплясывают с русским флагом, поддерживая путинский режим, неандертальцы, не иначе. Каждый из них должен как минимум ответить потом перед народом за свои действия. Ведь такие люди не должны быть. Люди должны осознавать реальность. Сколько бы вам пропаганда не промывала мозги, сколько бы телевизор не вешал лапшу на уши, вы должны понимать, где черное, где белое, а где, вполне возможно, и серое. Но почему-то эти люди не хотят ничего понимать. Хотя где-то в подсознании души я практически уверен, что они знают, где есть правда. Ну а вчера русские провели акцию «Своих не бросаем». Они собрали гуманитарную помощь из самого необходимого для русского солдата. Туалетная бумага, бичи и консервы. Сегодня мы участвуем в акциях «Своих не бросаем». Я так понимаю, консервы по традиции просрочены. А вам, вашим семьям, вашим осужденным крепко-крепко в здоровье. Вот это все хорошо демонстрирует поддержку русской армии от простых людей. Ведь они смогли собрать только туалетную бумагу и бичи. Путин заявил, что подрывы на газопроводе были совершены Соединенными Штатами Америки. Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, он провел такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами. Он, конечно, ссылался на журналиста, который стал очень известный, но суть от этого не меняется. Мы знаем, что газопроводы уничтожены. И кто замешан в этом деле, непонятно. Мы знаем, что за несколько дней до того, как эти газопроводы были подорваны, русские лодки находились на этой территории. Лодки, краны и боевые катера. Об этом свидетельствуют снимки с космосом. Поэтому Путин может много чего говорить, но факты сейчас скрыть невозможно. В 21 веке в мире технологий все тайное становится явным. Эрдоган в разговоре с Путиным призвал его немедленно прекратить войну в Украине. Я думаю, что не только Эрдоган его призывает, ведь все прекрасно понимают, что то, что Путин развязал, хорошим не закончится ни для самого Путина, ни для мирового сообщества. По-моему, на данный момент, что я вижу, единственный, кто получает профициты от этой войны, Китай. Ну и, может быть, местные олигархи и военная промышленность с чиновниками военными путинского режима, не более того. Поэтому и Эрдоган, и, я думаю, другие лидеры призывают его остановиться. Вопрос в том, остановится он, выведет войска, вернет территории, которые принадлежат Украине, и что будет с самим Путиным? Ответит ли он за смерти украинцев и смерти россиян? Он ответит за то, что поддерживал Лукашенко в 20-м году, когда диктатор уничтожал белорусский народ. Хотелось бы получить ответы и на эти вопросы. Мария Шукшина заявила, что Хаммерсы летят по тем солдатам, которые были привиты спутником ВИ. В общем, ситуация такова. Привили, чипы ввели, теперь каждый военный виден для американских ученых, и по ним работает Хаммерс. Разве нет в России психиатров или психологов? Если есть, то ей нужна срочная помощь. В Беларуси хотят разместить ядерное оружие. Лукашенко счастлив и хлопает в ладоши, ведь именно это он и хотел с 20-го года. Он об этом заикался, говорив о том, что ему оно просто необходимо. Ведь ядерное оружие для Лукашенко это способ продлить свою власть или даже остаться до своего конца. Ядерное оружие реально Лукашенко позволит делать многие вещи, которые он сейчас позволить не может себе. Путин сказал, что готов дать ему это самое ядерное оружие. Ну, не просто отдать, а привезти на территорию Республики Беларусь под управлением русских оккупантов, что становится еще более страшно для Беларуси. Ведь этим ядерным оружием будут управлять русские. Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. На просторах интернета появился перехваченный телефонный разговор бывшего российского сенатора Ахмедова и российского олигарха Иосифа Пригожина. Большая аудиозапись, которую оставить не буду, но в интернете она есть. Можете перейти по ссылке в описании или перейти по ссылке в описании на наш второй мы обязательно опубликуем. Этот Пригожин вышел в эфир, записав видео, сказав о том, что это все ложь. В интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. А вы знаете, интернет превратился в такую большую помойку, где есть что-то полезное и естественно можно девальвировать и скредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех моих интервью и в общественном поле. Но вы знаете, когда я послушал аудиозапись, я сам чуть ли не поверил в то, что это я. На самом деле можно было бы и сказать, что это нейросеть, но на фоне были шумы, которые нейросеть вряд ли бы воспроизвела. Ну, в общем, все-все прекрасно поняли. Это фейк. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живе Беларусь! Слава Украине! Пока!